Вот с 1 апреля 2009 года жители, имеющие право на льготы по оплате услуг ЖКХ, будут получать компенсацию вместо натуральных льгот. С чем связано такое решение? Во-первых, в стране проходят реформы жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь это связано с этим. Во-вторых, сегодня еще в рамках этой реформы область получила немалые средства на снос ветхого жилья и на ремонт многоквартирных домов. И одним из условий является переход на денежные выплаты. Монетизация в масштабах области начнется 1 апреля. Адресная помощь конкретному человеку для этого и заменят натуральные льготы на живые деньги, говорит Ирина Владимировна. Неудачный опыт монетизации 2005 года в департаменте соцразвития обещали учесть. На этот раз размер компенсации будет справедливым. Льготники получат деньгами ровно столько, сколько начислялось до этого в виде субсидий. У всех категорий льготников размер компенсации будет разным. Он рассчитывается исходя из величины льготы, действующих тарифов и нормативов. Например, для ветеранов труда величина компенсации определяется так. У нас установлен норматив площади. Допустим, если гражданин проживает вдвоем в семье, прописаны они, то устанавливается 21 квадратный метр на гражданина. И все нормативы, которые тарифы, которые применяются сегодня для всего населения. Все это вкладывается по каждому виду коммунальных услуг. В одну сумму он будет получать. В апреле все льготники получат обновленные квиточки по квартплате. Вместо графа льгота появится графа компенсации. Правильно рассчитана сумма или нет, проверить просто. Эту цифру можно сравнить с субсидией за предыдущий месяц. Суммы должны быть одинаковыми. Компенсацию льготникам принесут домой вместе с пенсией. Также можно получить в отделении почтовой связи или через сберкнижку. Писать заявление о способе получения нужно только в том случае, если вам, например, пенсию перечисляют на счет в банке, а получать компенсацию вы хотите на почте. Все нюансы новой системы в департаменте соцразвития готовы объяснить каждому. 10 марта во всех отделах соцзащиты начали работать горячие линии. Надо ли льготникам будет идти в органы соцзащиты, пакет документов собирать? Те, кто сегодня состоит на учете у нас в органах соцзащиты, им идти не надо. Нужно будет обращаться в органы соцзащиты только тем, кто либо появится у нас после 1 апреля, ну то есть новые наши льготники, да, либо в случае изменения состава семьи, допустим, да, изменения статуса, был ветеран труда, стал инвалид. В бюджете области на 2009 год на выплату компенсации предусмотрен 1 миллиард 200 миллионов рублей. Часть денег пришла из федерального бюджета, часть регион заплатит из своих. Если тарифы на коммуналку не изменятся, а они повышаются раз в год, этих денег должно хватить. Момент для перехода на новую систему, мягко говоря, не очень удачно признают в департаменте соцразвития. Экономисты прогнозируют на апрель вторую волну кризиса, да и расходы областного бюджета урезают. Но на компенсациях льготникам это никак не отразится. Это в департаменте соцразвития пообещали. Продолжение следует...